Добрый день! Пришло время рассказать про Squire 2 от Sengso. На коробочке видим бренд SQ2, краткое название головоломки, ну и серия Mr. M, что говорит о том, что есть магниты. Вот так стандартная, номер какой-то тут TZ3, не знаю зачем, видимо код товара, всякая информация, скучно, грустно, как обычно. Открываем и нас встречает Squire 2. И инструкция, сразу ее посмотрим, убедимся, что она бесполезная, потому что она для Squire 1. Здесь простая классическая головоломка, но на самом деле она тут особо-то инструкции и не нужна. Squire 0 была полноценная инструкция для своей головоломки. Напомню, что компания Sengso выпустила линейку Squire 0, Squire 1 и Squire 2. Многих интересовало, что это за цифра у названия головоломки, но вот разные версии. Squire 1 я покупать не стал, так как у меня есть хорошие. 0 и 2 я приобрел. В чем разница в количестве элементов на горизонтальных слоях? Средний слой одинаковый везде, он из двух частей состоит, а верхний и нижний слои состоят из нескольких элементов. На Squire 0 их 4, на Squire 1 их уже 8, а здесь получается 12. На нижней грани точно так же. Классическая головоломка, которую всегда собирали на VCA чемпионатах, это Squire 1. При перемешивании теряет форму, собирается интересно и посложнее других головоломок, хотя Squire можно собирать не зная кубика рубика. Squire 0 объединяет угол и ребро в один элемент и всего становится 4. Упрощенная версия, которая собирается как будет 2х2х3. Видео про Squire 0 я уже выпускал. Ну и Squire 2, это тот же Squire 1, но у которого углы разрезали еще на две детали. Ну и получилась вот такая вот картинка. По идее можно конечно купить и Squire 1 от Sangso, но естественно качество сильно уступает популярным топовым моделям. Вот к примеру Volt 2M от X-Man гораздо лучше. Тот же Yuxin Little Magic или MGC в сравнении конечно не идут. Но есть одна возможность, которую позволяет сделать Squire 1. Из того, что все головоломки сделаны на одной базе, 0, 1 и 2. Их детали можно менять. Получать какие-то новые версии. Squire 3, Squire 4, Squire 2.5 и так далее. Это вот такой позитивный момент, но я этим заниматься не захотел. Все равно все сводится к тому, что нужно собрать Squire 1 либо Squire 0. И что бы там ни было, нужно просто свести к базовым головоломкам. Ну а теперь давайте уже Squire 2 сравним с конкурентами. Есть у меня Squire 2 от Calvin Puzzle. Это по-моему Coupe Twist Squire 2. И вот когда Sangso объявили, что у них будет нормальный Squire 2, да и с магнитами я конечно приобрел. Так как эти головоломки вращаются ну не очень хорошо. Терпимо, собирать можно, но хотелось бы получше. Squire 2 от Sangso, такое крупное отверстие здесь, вращается изначально тоже не очень хорошо. Мне пришлось снять, не помню, то ли синий, то ли зеленый вот эту пластинку и значительно ослабить винт, чтобы вращение стало приемлемым. Изначально был очень тугой, сильно затянуто. Давайте перемешаем. Я беру изначально в положение, как собираю Squire 1 и перемешиваю. Перемешивать очень легко, в отличие от Squire 1, так как нет углов, которые не позволяют вращение. Возьмем Squire 1 в то же положение, вращаем, повернем вот так, магниты фиксируют, а вращение совершить мы не можем, так как разреза нет. На Squire 2 такая проблема отсутствует. Ну и форма становится, конечно, сильно забавней. Перемешивается легко, достаточно быстро и вполне качественно. Вот примерно такой. Один уголок сейчас остался целый, тоже его разрушим. Сможно собирать белый-зеленый-зеленый уголок и это нормально. Ну, естественно, головоломка полностью не соберется, но промежуточный результат такой быть может. Я недавно был в отпуске, взял с собой Squire 2, но еще там кое-какие головоломки и решил разобраться с ним как раз на берегу моря. И там я впервые научился собирать. Оказалось, все гораздо проще, чем мне раньше казалось. Мне вот эти вот откалываться и куб твист, если не путаю, лежали уже давно, несколько лет, но все, я на них время не находил. Крутиться не очень, собирать не совсем приятно, поэтому ошибался, бросал и оставлял. Здесь же с вращением проблемы решились, можно собирать. Как я уже говорил, решаю редукции к Squire 1, а делается это интуитивно. К примеру, вот есть бело-красное ребро. Мы знаем, что следующий цвет должен быть зеленый. Ну, нужно знать расцветку. Возьмем, к примеру, Squire 0, белый и красный, и тут цвет зеленый. Ну, из кубика рубика обычные цвета. Иначе рядом нужно поставить бело-зеленое ребро. Где его взять? Ну, либо вот, либо вот. Ну, одно из двух должно подойти, но это, видимо, нет. Это не хорошее, оно подойдет для зелено-оранжевого ребра. Нужно вот этот белый-зеленый элемент отправить вниз и просто поставить рядом, и получится бело-красно-зеленый уголок. То есть наша задача на первом этапе собрать все уголки. Четыре белых и четыре желтых. Следующий, вот бело-синий. Рядом с ним должен быть бело-красный справа. Ставим на разрез, ищем бело-красное ребро. Главное, чтобы пока мы собираем, не разрушалось, уже собранное. Ну, на начальном этапе собранных нет почти. Так что собирается легко. Ставим рядом белый-синий-красный. Где-то у нас было наше бело-красно-зеленое. Пока все хорошо. Отводим в сторону, чтобы не ломались. Дальше, вот у нас бело-оранжевое. Рядом с ним должно быть бело-синий, чтобы получился бело-оранжево-синий уголок. Ищем бело-синий. Вот. Проверяем, что здесь ничего не разрушается. Вот на этой линии соединяем. Бело-оранжевый-синий. Ну, и чтобы закончить с белым цветом, вот у нас бело-зеленое ребро и вот бело-оранжевое. На линии все хорошо. Можем подвинуть вниз и вот так вернуть. Бело-зелено-оранжевый. Четыре угла готовы. Остались углы желтые. Здесь вот есть желто-оранжевый на готове. Слева от него должно быть желто-синие по расцветке. Желто-синие. Сверху отсутствует. Вот есть снизу. Управляем наверх, следя, чтобы ничего не сломалось. Ставим на линию слайса. И вот опять желто-оранжевое. Ничего не ломается. Собираем пятый угол. Пять углов готовы. Собираем дальше. А я какой-то угол все-таки сломал, да, получается? Только что белый, зеленый, оранжевый. Сейчас вернем на место. Не уследил. Главная задача не ломать то, что собрано. Так. У нас вот здесь вот может быть собранный, как сейчас. И где-то здесь на этой линии может быть собранный уголок. Возвращаемся. Что у нас там было? Оранжево-синее. А нет, мы его собрали. Синее-оранжевое собрано. И я восстановил какой-то зеленый. Делаем дальше. Уже становится чуть сложнее. Так как вот здесь уже ломается уголки. Но мы видим, что вот есть желто-зеленый. Но к нему нужен вот этот желто-красный элемент, чтобы собрать желто-зелено-красный угол. Его сначала нужно отправить вниз. Не сломав ничего при этом. Поставить на линию слайса. Проверить опять, что ничего здесь не ломается. И поставить рядом с зеленым. Так, чтобы здесь ничего не сломалось. И вот он желто-зелено-красный. Так. Остается желто-красный. Здесь справа должен быть синий. Желто-синий. Так. Он доступен. Собираем в одно движение. И остался, видимо, один уголок. Ну, как-нибудь их разделим, наверное. Это ломается. Так. Отправляем левую часть наверх. Правая часть снизу. О, повезло. Здесь, на этой линии нет никакого собранного угла. А значит, можно в одно движение поставить. Но если будет, надо просто как-то поперемещать элементы интуитивно, чтобы было свободно. Были вот ребра, к примеру, компании. Ну, по-всякому бывает. Интуитивно до этого можно дойти. В итоге мы собрали 8 углов. И при желании можно проверить, что они правильные. Ну, для этого опять нужно знать расцветку. Бело-оранжево-синий. Бело-синий-красный. Зелено-красный-желтый. Желтый-оранжево-зеленый. Красно-синий-желтый. Ну, вроде нормальный. Почему это так важно? Да потому что я специально оставил на сквайре куб-твист, который я собирал перед записью видео. У меня был полусобранный. Начал сборку. Да собрал какие-то углы. И смотрю, уже на этапе сквайра первого. Получается невозможная ситуация. Откуда же она взялась? Это просто оттуда, что белые углы у меня все собраны правильно. Здесь все хорошо. А желтые углы собраны неправильно. Есть угол желто-синий-зеленый. То есть угол, который в природе существовать не должен. И желто-оранжевый-оранжевый. Ну, то, что собирал в разное время и не полностью. Вот я такую ошибку допустил. И решил оставить, чтобы продемонстрировать, почему надо быть внимательным к расцветке. Если у вас после редукции получаются невозможные какие-то ситуации на этапе сквайра первого, то это только от того, что вы неправильно собрали углы. Ну, здесь я вроде углы собрал правильно. А значит собираем как сквайр один. Я сейчас буду собирать самым простым способом, а с минимальным количеством алгоритмов. В описании можно найти подробное обучающее видео по этому методу. И в том числе там есть дополнительные алгоритмы, которые позволят собирать быстрее. Ну, для начала сделаем звезду. Снизу. Это интуитивно. Снизу звезда. Далее. Что у нас тут? Звезда. А тут не звезда. Приведем к ситуации. Это нечетный случай. Надо знать две формулы для куб шейпа. То есть интуитивно делаем здесь звезду, а здесь либо один, либо ни одного элемента между углами. И получается четный, либо нечетный случай. Есть две нехитрые формулы. Тут посложнее. Слайз 2.0. Слайз 1.2. Слайз 3. Минус 2. Слайз. То, что элементы разрезаны, путает при сборке этапа сквари-1. Вот сейчас я ошибся и чуть не сломал угол. А потому что доступны вообще любые повороты. Никогда ничего не блокируется. Поэтому я сейчас восстановлю то, что было. И начну заново. Тоже этот момент хотел показать. Но он сам собой случился. Опять интуитивно собираем. Не ломай то, что есть. Звезду. Вот мы вернулись к тому же этапу. Вот у нас нечетный случай. И его мы решаем. Слайз 2.0. Слайз 1.2. Слайз 3. Здесь не ошибиться. Минус 2. Слайз. Минус 1. Минус 2. Ну и до ворот. Получаем куб шейп. Легко ошибиться и разрушить углы. Ну просто надо быть чуть-чуть повнимательнее. Дальше интуитивно собираем ориентацию углов. И здесь можно одним алгоритмом переставить вот эти вот ребра. Давайте вот покажу. Есть вот простой алгоритм. Вот такой вот. Который меняется. Вот так. И вот так. Ну а классический. Ставим один элемент здесь. Один здесь. И сколько бы их ни было, просто одним алгоритмом переставляем. 0, минус 1. Минус 3. 0. 4. 1. Минус 4. Минус 1. Ну и интуитивно дособираем. Вот получилось. Подробно написано все обучающем видео. Здесь останавливаться не буду. И далее мы собираем уголки. Можно тем же кубойтным T1 переставлять пару углов одной формулой от 1 до 4 раз. Можно использовать какие-то более длинные алгоритмы. Для того, чтобы переставить углы достаточно одной формулы. Но можно выучить и побольше, так как они все не сложные. К примеру, здесь. Глаза, глаза. Можно сделать так. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. 3. 3. Слайс. Надо делать. Все углы по местам. Ну и остается переставить ребра. Для перестановки ребер, опять же, один алгоритм. Если не случилось паритета. Например, можно поменять вот эти два местами. Алгоритм вот такой. Но у нас снизу. Ситуация требующая двух перестановок. Сверху нужна одна перестановка. Количество перестановок не совпадает. Четное и нечетное. Поэтому нужно делать алгоритм для паритета. Его легко запомнить визуально. Он такой же, как на сквари. Делаем паритет. Делаем паритет. Слайс. Проверяю по несколько раз, чтобы не ошибиться. Что тут, кажется, уже ошибся. Да, ошибся. Сейчас восстановлю. Да, сломал углы. Но путается то, что у нас в прорези есть. Значит, собираем снова углы. Кстати, получается очень даже простая комбинация. Два раза копье. Углы. И заново собираем ребра. Но, на удивление, паритет был решен. Одинаковые перестановки сверху и снизу. Но я где-то ошибся. Дособираем просто ребра стандартным алгоритмом. Просто делаем его несколько раз. Ну, можешь, конечно, и более продвинутые формулы использовать. Которые быстрее это решат. Итого, можно заключить, что для купшейпа нужно интуитив и два алгоритма для этапа Square 1. Для ориентации нужен интуитив и один алгоритм для ориентации ребер. И дальше, для перестановки углов нужен еще один алгоритм. И для перестановки ребер один простой и один посложнее алгоритм. Это минимальный набор, чтобы собирать Square 1 на скорость. Ну, если получается вот такое, делаем R2O2, как на кубоидах. И вот Square 2 собран. Если вы думали, покупать вам или нет, то да, купить можно вторую версию или нулевую. Версию первую от Sengso стоит покупать, только если вы хотите делать конструкторы. Или просто, чтобы они были у вас все одинаковые. Если хотите собирать Square 1 на скорость, то лучше взять что-нибудь поинтереснее. Напомню, что это Yuxin Little Magic, MGC или Volt 2M. А так, Sengso молодцы. Очень продуктивная компания. Делает много головоломок. Можно видеть это по публикациям на моем канале. Очень часто получается Sengso. И еще будет. Так что, молодцы. Но, конечно, можно делать лучше. Square 2. Не стесняйтесь. Снимается то ли под синий, то ли под зеленой пластинкой. Есть регулировочный винт, как на обычном Square. Легко настраивается. Просто ослабить надо, лишь бы не развалился. Магнитики, конечно, пощелкивают. Вращение не как у топовых Square. Но вполне можно собрать. Мне нравится тенденция, что популярные бренды делают попытки изготавливать интересные головоломки с магнитами. Просто в современном исполнении. Молодцы. Продолжайте. Ждем еще. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.